Ну, окрасить забыли. Мусора, конечно, строительного очень много здесь оставили. Еще слаботочечку до конца не сделали. Ручка уже все трындец. Блин, воды-то, друзья, прилично. О, господи. Здесь куча грязи. Я вот не понимаю, почему вот это торчит вот так. А тут они сидели, похоже, новоселье отмечали. Смотрите, здесь плитки не хватило. Слушайте, в целом смотрится прикольно. То ли говно, то ли это пакли. Кто живет здесь, стиральную машинку придется вручную тащить. Мама, папа, откройте. О, какой приятный звук. Кусочек бетона не хватило. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но двери такие простенькие. Радиатор отопления. Так, интересная конструкция. Ваши ожидания совпали с реальностью? Шигари, давай домой. Борщ стынет. А нет, не чисто. Так, розеток достаточно тоже. Трава зеленая. Так, раз. Подводка тоже немножечко кривоватенько сделана. Все подписано. Вход в подвал. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в жилом комплексе ОКЛО на приемке. Сейчас посмотрим квартиру. И потом прогуляемся. Посмотрим, как сдал и передает дом застройщик. Александр, здравствуйте. Вы практически счастливый обладатель. Сколько у вас здесь? Двухкомнатная квартира? Двухкомнатная. Давайте нам проведите экскурсию. Покажите свою новую квартиру в жилом комплексе. Предлагаю начать с кухни. Пойдемте. Здравствуйте. Это кухня-гостиная. Большая кухня с выходом на балкон с холодным остеклением. Красивые, кстати, двери. Цвет мне нравится такой серый, да? Да, очень симпатично, потому что в другом корпусе, в 3.1.2, они были белого цвета. Здесь они уже поменяли. Белый, наверное, всем надоел уже и уже сердце симпатично. Розеточные группы. Здесь коммуникация, выводы горячей и холодной воды. Канализация. По мне, конечно, надо было, может быть, чуть выше это разносить. Другой стороны, наверное, не помешает. Розетка есть заземленная. А, понятно, здесь короб идет, это вентиляция, поэтому такая шахта глубокая. С возможностью счетчики передачи данных. Главное, чтобы куда-то это все было подключено, а не просто... А, слушайте, вот подключенный блок, я вижу. Вон, смотрите. Что у нас тут? Обои под окраску, ламинат с фаской. Полагаю, влагостойкий. Пылинтус интересный. Тоже пластиковый, но высокий. Обычно такой более ставят с углом под 45 градусов и более низкий. Ну и, соответственно, из плюсов, что у нас здесь? Что вот здесь внизу стекло на несанвичной панели. Дверь, створка широкая. Сантиметров, наверное, 70, да? Соответственно, туда можно что-то вынести. Подводка. Правая ровная, левая немножечко кривоватенькая. Есть такое? Небольшой кусочек такой. Здесь я смотрю, в ангар тоже дефектов понаходил, целую кучу по окнам. Я так полагаю, косметика, да, все? Да. Как вообще впечатление? Ну, хорошее впечатление. На самом деле, я думал, что будет больше косяков. А получилось, что радует, в общем. Так, а потолок натяженный? Да, натяженный потолок. В каждой комнате везде натяженный потолок. То есть можно демонтировать, а красить будет еще лучше, если надо. Да. При помощи моего электронного помощника измерим высоту потолка. В этом, в этой квартире 2,6, ну, 2,65, что ли, да. Ну, вот здесь, наверное, 5 сантиметров, если не больше, как раз съел натяженный потолок. А, 77 сантиметров у нас в проеме двери. На балконе холодное стекление. Прошел утром уже дождик. Отсюда сверху мы видим двор. Здесь достаточно большое расстояние. Уже в 24-м году это можно назвать малоэтажной застройкой. Это не 25 этажей выше. Тут видим еще строители плитку монтируют, что там еще они делают. Двор такой интересный, ландшафтный дизайн, высокие деревья, освещение. Ну, мы сейчас чуть позже еще выйдем, все это посмотрим. Здесь у нас из плюсов, что есть зеленая розетка, но нет освещения. Если нужен будет свет, либо в кухне включать электричество, либо, соответственно, самим водить. Входная дверь. Здесь декоративная панель такая нормальная. Входная дверь, красивое панно. Не знаю, дверь оставить или менять будет? Пока что оставим, пока не думали. Посмотрим. Если будет слышимость хорошая, поменяем. Здесь в прихожей удобно, что есть ниша. То есть сюда можно шкаф поставить. То есть такое ощущение, что застройщик как раз спроектировал этот там под шкаф. А не просто так. Автоматы. ЕКФ. Везде все подписано. Так. С25, С10, С6, С16, С16, С20, С16, С20, 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 С2, С16. Все подписано. А на стиралку-то немало, интересно его было. Знатоки, напишите, пожалуйста, в комментарии. Домофон обычная трубка из недорогих. Я бы какое-нибудь можно по ночь сейчас современное поставить. Или какой-нибудь более интересный вариант. Из плюсов, кстати, что блок автоматов утоплен в стене. Что, знаете, не так, что он торчит и будет мешать ходить. Это тоже хорошо. Вот тут я вижу. Чем-то они напачкали датчики. То ли грязные, то ли там подкрашивали. Розетка под роутер. Выход сразу. Интернет кабеля. И видно, что розетка с подключением. То есть сразу кабель в окне должно все работать. Полочку. Или наш... Да, полочку, наверное, поставить и наверх повеситься. Но прихожая, конечно, назвать ее тяжело. Такой, коридорного типа. Да, да. Жалко, узковато. Был бы пошире, был бы, конечно, поинтереснее. Потому что сюда, вот, если вот реально поставить двустворчатый шкаф, то уже места практически не остается. Да, это бывает. В коридоре странно, что было только под одну лампочку. Было бы здорово, если было бы две. Потому что света было бы сразу больше. Вот здесь первая комната. Тут здорово, что окна большие, света очень много. Отделка одинаковая. Обои под окраску. Неокрашенный пластиковый уголок. Сэндвич-панель. Дефекты нашли. Радиатор отопления. Подводка тоже немножечко кривоватенько сделана. Можно было сделать это все поаккуратнее. Хотя бы, не знаете, шайбы такие сверху положить, заглушки, чтобы красиво смотрелось. Такой раз. Опа, и все. Сюда, кстати, ограничитель можно поставить. Есть же, который прямо в стенку крепится, есть, который в пол крепится. Дачу так интересно поставили пожарный. Но я по лицам смотрю, что вам нравится. Да, да. Долго задали этот момент. Я сюда иду, такой к вам бегу, такой быстрый щеками ординерчик. Блин, смотрю, такое озеленение красиво. Думаю, так, что ж такое, почему там ничего не там, что там, разгребают, там, как обычно, что траву не успели они посадить, деревья не выросли и так далее. А здесь так это достойно. Потому что вот мы сравнивали, были в корпусе 312, ну, летом, да, мы были, там трава зеленая, двор шикарно выглядит. Сейчас подождем. Не, ну, здесь-то тоже, здесь двор отлично. Очень красиво смотрится. Створки везде, кстати, большие окон. Много скамеек. Не, двор прикольный, здесь и погулять, и посидеть, просто и детям побегать, и спортом позаниматься. И причем расстояние такое приличное между домами и вот. Вот, кстати, получается, да, у нас, грубо говоря, стандартное окно, вот оно высотой. Здесь еще дополнительный участок для большего количества света. Клапан для воздуха. Ну, конечно, его переключать не очень удобно, надо быть баскетболистом, придется какую-то стремяночку подставлять, табуреточку. Еще у нас одна комната, но она такая же похожа, как и предыдущая, да? Ну, чуть поменьше она получается. Чуть поменьше, да, ну так, на вскидку все одинаково. Ну, здесь с подводкой аналогично, а так все, отделка смотрится очень неплохо все. Красиво белая, но вот за дверью, конечно, отдельный респект, двери реально очень круто смотрятся. Здесь вот единственный из нюансов такой, к чему нужно придраться, это вот заглушка отсутствует. Надо попросить, чтобы просто они эту заглушку поставили вам. Не знаю, в ангар там отмечал это или нет? Ну, подскажем, да, сейчас все равно они ходят, устраняют замечание, поймаем. И здесь они какую-то вентиляцию сделали, интересно, это для потолка потолочного пространства. Ну, а так все достаточно аккуратно, чисто, при чем, кстати. Ну, иди сюда только, что в ванной затирка грязная. Ну, да-да-да, мы сейчас туда зайдем, я на это тоже обратил. А так, да, здесь все. Окна открываются. Ну, вот здесь есть, где капельники должны быть. Так, куда там уходит, интересно, как это реализовано. А, просто там отверстие просверлено, понятно. Так все интересно, неплохо. Здесь получается как-то тоже заглушка заминает при открытии. Заглушку подминает. Не-не-не, она поворачивается с окном. Ага. Она, нет, она поворачивается. Получается, вот это же стоит на месте, а вот это она к окну прикреплена, соответственно, она вот с окном поворотнее нормально все. Что-то написали, петая. А, петля, как раз. А, петля. А, ну вот, наверное, как раз это имелось, я думал, что там заглушки нет. Так, розеток достаточно тоже. Очень. Ну, получается, раз, два, четыре штуки, ну да. Останется мебель, технику и все, и заезжать можно. Ну, получается, здесь по детскую комнату сделаем. Детскую? Да. А, ну, в принципе, да, подальше от кухни. А ваша родительская, это для ребенка. Заказать кухню, заказать мебель, мягкую привезти и все. Можно, кстати, уже жить, матрас закинуть и скажите сразу. Ну, у меня жена и говорила, она побыстрее уже переехать. Хоть на матрас, но хотя бы уже в своей квартире. Не, ну да, вы сейчас арендуете квартиру? Нет, у нас есть родительская родительская, скажем, да. Поэтому как можно скорее же дали получить свою квартиру. Ну, я бы в первую очередь нанял бы клининг, чтобы самим не драйвить, если есть возможность, чтобы они просто отдрали сразу всю квартиру. И уже потом завозить сюда вещи и переезжать. Сколько ребенку лет? Три с половиной года. А, ну, уже будет помогать. Да. Полы там мыть, игрушки раскладывать. Пойдемте ванную посмотрим. Ну, вот здесь, да, то, что говорили, обратили внимание, что затирка просто грязнющая. Надо было, конечно, застройщику закрывать это все, когда ходили. Тут какие-то дефекты нашли. А, это вот это подпишем. Плитка обычная, керамогранит, вентиляция. Ну, вот сейчас мы здесь находимся, здесь душновато, честно говоря. Да? Да, только нашли квартиру, уже было. Ну, прикольно, что вот здесь, во-первых, вот это у вас, это же не мебель, это уже сразу в комплекте. Да, застройщик. Ну, вот это здорово, потому что обычно у всех только раковина и все. А тут даже вон туночка. Да, при нажатке. А, ооо, ну, слушайте, нормально. В коробе зашиты, соответственно, коммуникации, санузел. Ух ты, с лифтом, ничего себе. А вот то, что они отметили дефект перепада, я вам скажу, что вот я в квартире тоже вот укладывали, и он сам по себе кривой. Нам мастер сразу показал, и плитку тоже укладывали, плитку, вот он просто положил плитку, говорит, смотрите, она вся кривая. Либо возвращать, отбирать, говорит, ну, она, говорит, вся такая. Либо, говорит, я постараюсь делать, ну, говорит, перепадайте, все будут. Я говорю, нет, делайте, ну, что делать. Это очень потно, менять смысла никакого нет. Ну, и, в общем, в итоге, да, вот у меня есть там присматриваться, особенно фонариком, когда светишь, тоже видны все эти уступы. Видно, что, например, вот здесь угол плитки один, а здесь совсем другой. То есть она из-за воды уже такая вся. А с этим, с керамогранитом, здесь у них то же самое реально. Они все кривые. Я вот на кухне на пол моего укладывал тоже мастера, а он... Кладешь его на ровную поверхность, а он вот так идет. То есть он уже, да, кривой весь. И поэтому я понимаю, что они когда-то укладывали. Если она просто не ниже опущена, то... Прикольно, что ванна большая, электросушилка, две розетки. Ну, двух, кстати, маловато. А, здесь еще есть все. Здесь еще две есть, поэтому нормально всего хватит. Потому что обычно у нас же здесь же подключить там бритву, фен подключить. Там стиралка и, соответственно, полотенце-сушитель. И у нас еще санузел, да, с вами остался? Да. Ух ты, санузел большой. Розетки не хватает, чтобы планшет подключить и телефон. Главное, чтобы сюда Wi-Fi сэдовать, дорабатывать. Здесь у нас коммуникация. Ну-ка. Слушайте, чисто, что ли, внизу? Ничего себе. А, нет, не чисто. Тут строительные это мусор. Мусор есть. И, соответственно, здесь еще дополнительный вывод. Не знаю, для чего это сделано. Сюда, конечно, можно попробовать стиральную машинку поставить. Но тогда будет не очень комфортно здесь. То есть она все-таки в ванной больше рассчитана. С белым цветом, кстати, двери очень красиво смотрятся. Согласен, да. Ей фурнитура красиво мне нравится. Молодцы. Ну, она такая обычная, наверное, в китайской, во многих домах. Главное, что держится нормально, они там нет никакого люфта. Ну, нигде не было писяков таких замечаний по поводу люфта. Прикольно, что они сразу все что-то отмывают, быстренько это доделали, для того, чтобы просто сразу приняли квартиру и не ждали. Здесь получается по окну одно окно, но поворотно-откидное. Открывается, кидывается. А второе, оно просто... Ну, обычно так и делаю, да, просто открывается и все. Все равно. Без так называемой форточки. Ну, вот здесь как раз стоит приток воздуха, клапан. Скотч надо еще сверху снять. Или это они сейчас приклеили? Нет, это надо будет снять, да. Это уже было. Ну, а так вроде все нормально, да. Да, еще сказали, что после того, как мы примем квартиру, нам должны выдать, как они называются правильно? Регуляторы. Регуляторы, да. То есть они будут. Так-то да. Ну, в общем, мы довольны. Авангард что сказал? Какие там есть, кроме косметических дефекта в квартире? Нет, стены все ровные. Вентиляция работает? Вентиляция работает, да. Единственное, вот то, что по ванной плитка, есть небольшие уступы на поле плитки. По окнам на кухне под замену там царапины. Ну, опять же, сказали, все зависит от вас. Слушайте, царапины, на самом деле, это, ну, вы в занавеске реально повесите, вы фиг чего видите. А будете ждать этот циклопакет еще полгода. Я, например, когда принимал, у меня тоже где-то там царапины, которые мы потом увидели. Я даже не знаю, там, мы их сделали, или там они уже были. Ну, блин, ее чтобы увидеть, это реально такое совпадение, должно преломление света быть. По мне, очень большая ночь. Тем более, да, во дворе тут, я думаю, что не будет так светить тоже постоянно. Во-первых, вот видно, что дождь прошел, вот эти капли видны. Не знаю, это с пыль строительной, наверное, с каплами, то есть окна, по идее, по-хорошему помыть бы не мешала. И снаружи, и изнутри, естественно. Тут обойки, кстати, обои, вот здесь не очень это хорошо приклеили. Тут сам фиг доклеишь, без снятия радиатора. Углы не проминают. Кстати, даже здесь вот ровненько так идет. Ну-ка, вот. Ну, тоже герметиком подмазывали. Неплохо. Ну, реально неплохо. Шесть розеток более чем достаточно. Да, кстати, в той комнате получается четыре, в этой шесть. Розетка это... Ну, как радио. ...радиоточка, да. Это просто положено. На нее, кстати, надо сразу заявление писать об отказе. Что-то там 60 или 80 рублей, там 120, я уж честно не помню. Ну, сразу, да, за строчкой сообщу, что можно так сделать, поэтому... Потому что это радио надо где-то купить. Я даже не знаю, вообще продается, но только если бушные купить. Никто его не слушает. Это для безопасности сделано, что если вдруг ЧАЭС, оно же работает, оно, получается, ему не нужно электричество, то есть просто провода и все, воткнули, и оно работает. Если вдруг там что-то происходит, там чрезвычайная ситуация, зато по нему должны объявления делать. Ну, мне нравится. Видим, здесь хорошо герметиком прошли. Здесь тоже герметиком хорошо прошли. Не знаю, есть ли шумизоляция, окна туда не дотянуться. Сейчас пройдем, прогуляемся по комплексу, посмотрим двор. Ну, первое впечатление по его квартире очень приятное. Есть немножко пыли здесь. То есть, знаете, у меня ощущение, что ее мыли, готовили эту квартиру, и после того, как ее помыли, она, соответственно, немножко пуля села, отклинили, кто же заказать, чтобы все отмыли, стены, потолок, все. И потом уже нормально завозить мебель, чтобы не чихать, не кашлять. Вот такой в окно смотрю, а здесь уплотнитель на холодном остеклении. Видите, друзья, в центре практически кадр. Вот в центре кадра так, раз, и вниз уехал. Вот из квартиры это вы точно не увидите, а снаружи только видно. Вот больше таких элементов я не вижу, выпавших из окна. Прикольно, что дворы закрытые, такая безопасность. Да, не страшно ребенка выпустить будет так вот. Ну да, тут вот за окна будешь смотреть прямо, где он там гуляет, и кричишь, Игорь, давай домой, борщ стынет. Ваши ожидания совпали с реальностью? Да, совпали. Не жалеете, что здесь прибыли квартиры? Вообще не жалеем, да, ни разу. По семейной ипотеке, скорее всего, брали? Да, семейной. Какая ставка у вас была? 4% по-моему там. Хорошо. Это считай бесплатно. Да. Незначительные такие замечания, поэтому сказали, что они уже устранят сегодня. То, что было по розеткам замечания, они устранили быстро. Да, а что по розеткам были за замечания? Там именно не держались, как они правильно сказать, шторки не работали. А, понятно. Их заменили и все сразу, да? Да, да. А так по электрике фаза ноль, сземление, все есть. Это хорошо. Круто. Поздравляю вас. Спасибо большое. Еще пойдемте по комплексу гулять. Да. Пока мы с вами ходили по квартире, здесь уже и датчики все отмыли. Ну, не сказать, что плохо, но могли бы сделать пожестче. А так, в принципе, нормально. Электрика. Причем, кстати, шкаф так достаточно низко. Обычно их намного чуть выше ставят, да, обычно? Заземление. Аккуратно сделано. Так, интересная конструкция. То есть, если вдруг пожар сюда МЧС подключает свои рукава, кран открывает и все. Здесь, соответственно, ограждающая конструкция. Лестничный марш хорошо смотрится. То есть, они его окрасили краской, знаете, в лентах, в океях. Из плюсов, конечно, что большие окна на лестничных маршах, они открываются для вентиляции. Это тоже, по мне, плюс. Вот это надо настраивать. Плотно открывается. О! Радиатор отопления. По нормативам он стоит наверху, чтобы не мешал, не препятствовал при эвакуации людей, жильцов из дома. И обратите внимание, как его красиво они вот такой перфорированный металл закрыли. Симпатично. Первый раз такой вижу. Датчик стоит на движении. Когда идем с вами, соответственно, включают, включается свет. Здесь забыли колпачок снять. И здесь тоже. Без него, если его не снять, то не дай его будет задымление, пожар, то, соответственно, ничего не сработает. А колпачки, вот они, друзья, смотрите. Он вот так снимается, демонтируется и монтируется. Ну, застройщик пусть делает сам. Отделка лифтов смотрится вот с сеттой плиткой красиво. На каждом этаже есть указатель, на каком этаже находится лифт. Соответственно, Болот вчера снимал бизнес-класс, там в бизнес-классе такого нет. Коридор смотрится красиво, коридор широкий. Если бы еще вот колонн бы вот этих не было бы, из гипсокартона, где коммуникация проходит, были бы они в нишах, было бы, мне кажется, еще интереснее. Подсветка неплохо смотрится, нумерация квартир, двери. Но двери такие простенькие. Можно было, кстати, что-то поинтереснее сделать. Да. Было бы вообще тогда круто. То есть, вот здесь была бы подсветка из-под нее, смотрелось бы прикольно. Но при этом, кстати, пластик такой вот потрогать, блин, реально крутой. Такой очень приятный, да, на ощупь? Светильник. А светильник не поворачивается. И у нас здесь всего, считаем, друзья, раз, два, три, четыре, пять, шесть квартир на площадке. Здесь счетчики на тепло, а мы с вами поднимемся выше. Шестой этаж, есть даже указатель этажности. шестой этаж, поднимемся на самый верх, посмотрим, что там. Кусочек бетона не хватило. Здесь плиточка такая интересная. Решетка. Будете плохо себя вести, про управляющую компанию застройщика гадостей говорить, вот здесь сюда закрою. Слушайте, здесь неплохо все. Ну, здесь, конечно, жиденькая граждающая конструкция. О, какой приятный звук. Ах, закрыто. Блин, я-то думал, открыто будет. Неплохо. Ну что, пойдемте двор смотреть? Да, пойдемте. Вот, кстати, мы с вами на последнем этаже. Вот, смотрите, это управление здесь находится, платы для лифтов, для лифта. Серое здесь, серое здесь, все одинаково. Пока что я не вижу никакого вот этого амбарного замка. И смотрится все вот, да, эстетически приятно. То есть, так пройдешь и там глаз даже не остановится, что-то здесь не то. Самое печальное, я вот смотрю, вот здесь управление лифтами. Вот они, раз, вообще вот они должны быть серого цвета. Вот здесь серебристо. Указатели, на каком этаже расположен лифт. Здесь, к сожалению, почему-то нет. Кнопка вызова одна. Все, хорошо. Почему нельзя было вот такой же красивый подсвет вот этой обшивки, очень красивенькой, сделать вот такой же ящик. Знаете, вот у меня такое ощущение, что они это притащили с какой-то другой своей стройки. Отделка интересная, здесь гладкая стена, здесь вот такая штукатурочка, смотрится интересно и приятно. Согласны? Согласен. Вот это, конечно, интересное такое решение на случай пожара. Звонки тоже темного цвета под цвет двери и подобрали, молодцы. И мне нравится, что они низко, потому что, когда ребенок станет чуть больше, он может прийти и не долбить кулаком в дверь, мама, папа, откройте, а просто позвоните. Так, вызвали лифт, чтобы посмотреть, что с лифтом. Кстати, вот здесь тоже, если так придираться, то вот по затирке видно, что ее бы не мешало бы помыть или обновить, потому что она темного цвета, похоже, была светлая. Такое ощущение, что ее чем-то испачкали, да? Вот здесь такой разнотонный, здесь какой-то серый, тут уже бежеватый, серый, бежеватый. Лифт у нас расположен вот так, это очень удобно для погрузки, разгрузки длинномерных предметов. Здесь есть антивандальное покрытие, смотрится красиво, понимаю, что, скорее всего, провайдер сделает. Мне писали, что Alex Lift типа фигня, но красивая панель еще, да? Да, красивая. Ну, реально современно красивая, я не знаю, что вот и что Alex Lift мне полагать делали одни и те же компоненты. У нас это вот третий лифт, где сделана антивандальная обшивка аккуратно. У нас грузопассажирский лифт, он расположен вот так, и заходим, смотрите, что у нас здесь. А у нас здесь, друзья, антивандальная обшивка и обратите внимание, как красиво. В отличие от Пульс Премьер, здесь, соответственно, не сне, строительный вагончик. Обшивка лифта вот такая, как двери, сделано все очень аккуратно и симпатично. Первый этаж. Дверь открывает. Какой молодец. Выходим, первый этаж, здесь красивые шарики уже везде. Очень интересно, по мне, здесь расположены почтовые ящики. То есть, они вот так под углом, очень красиво, необычно. Ящики не из дешевых, это металл с нанесением, не знаю, пленка или что это такое, непонятно. С нумерацией смотрится реально прикольно. И, кстати, мне кажется, за счет этого возможно их и больше смогли сюда разместить. Плюс он под спам батарейки написали. Радиатор, кстати, наверху красивый. Не вот этот обычный, как в квартирах, а вот помните, как в старых домах, вот эти чугуны, вот здесь вот какой-то аналог. Труба, кстати, хорошо окрашена. Обращаю внимание, потом мне нравится вот эта отделка из настоящего камня. Кромочка даже так неплохо сделана. А, смотрите, это здесь они затирали, но почему-то как-то так странно затерли. Можно было бы получше сделать, потому что здесь она почти в угол, а здесь она под углом. Или это не специально такой переход сделали? А нет, а здесь по-другому. Надо было, конечно, все одинаково делать. Надо же к чему-то придраться, правильно? Алюминиевые двери. Нет, не алюминиевые, металлические, но с большим количеством стекла. Ржавчины пока не видно, на полу красивая плитка под мрамор. Холл первого этажа вот так выглядит. Смотрите, у нас получается первый этаж выше. И это особенность, потому что сюда не едет лифт, здесь его не видно. Открыто сейчас посмотрим. И здесь, соответственно, лифта нет. Поэтому, кто живет здесь, стиральную машинку придется вручную тащить. Подъезды проходные, сразу можно выйти во двор. Такой я уже увидел. В других проектах застройщика, то есть, нормально сделали. То есть, красивый этот стенд от управляющей компании. Так, ну что, посмотрим, может тут открыто? А, нет, тут закрыто, это просто кто-то выламывал, понятно. Про что вы сейчас рассказывали? Про освещение, то, что здесь... Что вот здесь красиво сделаны вот такие парящие шары. И они, причем, свет белый, и за счет светильников он такой матый, такой немножко приглушенный. То есть, заходишь, и глаз ничем не бьет. здесь указатели, где какая этажность, где какая квартира, ну, реально четко. Безозвешенств. Ну-ка. Ну, практически. Ну что, пойдемте во двор. А здесь у нас тамбур, здесь вот такая щетка, которая сделана по всему, во всей этой углубленности. а здесь у нас домофон, рубитек, приложил ключ и прошел. Такой симпотный. Выходим. Дверь поскрипела, и мы видим прекрасный, красивый двор. Итак, первое. У нас вот есть такие приямки, вот есть ручка. Ну-ка, берите за ручку и поднимайте его. Держите, давайте посмотрим. Значит, здесь сухо. И есть, вот видно, вот эта перфорация, куда должна уходить вода. А грязь, если будет, то у нас, соответственно, будет оставаться здесь. Ну, естественно, немножко ржавчины. Здесь из нюансов, вот для меня, что мне понравилось, смотрите. А у нас есть канализация вот с этого карниза на уровне второго этажа. И влага, которая будет уходить, она уходит вот сюда. То есть под нее сделано специальное место. И здесь единственное, что нужно, конечно, поднять решетку и его почистить, потому что здесь строительный мусор и хабарики. И, соответственно, все уходит в канализацию. Скамейка. У нас еще один приямок. Здесь приямки. Так, подождите, что это я здесь вижу? У него, что это о том, что я подумал. Да? Не знаю, похоже. Похоже, да? Ну, в общем, здесь есть мусор. Ну, да, это оно. Да? Да? Или нет? Слушайте, такое ощущение, что это... Ну, утеплитель такой... Утеплитель похоже, да? Вот не могу понять реально. Трудно сказать. Вот, знаете, не сказать... Хотелось бы... Что это то ли говно, то ли это пакля. Хотелось бы верить, что это пакля. Запаха, кстати, нет. Вот, соответственно, видна влага, то есть оно туда уходит. Но вот здесь надо почистить, потому что здесь есть мусор. Мусор. В подвал. Вот здесь, по крайней мере, сухо. Если будет возможность, где-то будет открыто. мы с вами пройдем. Непонятно, вот здесь сделали такую рамочку, и почему вот здесь такие отверстия. О, кстати, вот даже воздухом тянет. Везде есть забрало. Это для полива. Современный, кстати, разъем. Везде большая плитка. Различные зеленые насаждения. Места, где просто есть посидеть, отдохнуть. По мне, нужно, конечно, было мусор поубирать и, соответственно, набивное покрытие поровнее распределить. Вот газонные ограничители есть. Здесь тоже уложена плитка большая. Слушайте, в целом смоется прикольно. А вот этот такой, скажем, эко-газон, на который, по которому можно ходить и не провалиться. Здесь, кроме земли, мы больше ничего не видим. Такое ощущение, что да, вот недавно установили совсем, залили. Вот здесь арматура торчит, предложили, чтобы было поровнее. И, блин, как-то надо было это декоративно закрыть, чтобы смотрелось красиво. Согласны? Да, я надеюсь, сейчас они уже начнут заниматься. Но вообще, это должны были сделать на сдаче по-нормальному. Так, вот здесь мы видим момент, что что-то должно было быть подключено здесь, здесь, здесь. Это не подключили. Тоже странно. Газон обычно рулонный. Главное, чтобы его поливали, хорошо за ним ухаживали, стригли вовремя. Ну, вот видно, да, такое ощущение, что сделали покрытие, а потом уже вот это все дополнительно ставили, но не смогли подсыпать они почему-то, я не знаю, почему так. Внешний вид был бы совсем другой. Здесь вот затирки, видно, не хватило, да. Здесь плитки не хватило. И вот здесь так криво установили люк. А, это крышка, все. Крышку они приподняли. Вижу, да, крышку приподняли. Ну, тут, соответственно, я даже не знаю, сюда, чтобы собачка не зашла. Такие дырения, все в крестиках. Так. О, а тут они сидели, похоже, на Василия отмечали. Смотрите. Какое количество стульев, столы большие. Либо какая-то конференция. Конференция была, да. Здесь пена торчит. Непонятно, почему-то они ничем это не закрыли. И вот это, да, вот. Чеканка вот этой плитки, конечно, белого цвета оставляет желать лучше. Везде она темная, а здесь почему-то белая. То ли это высыл и пошли, не знаю. Ну, в общем, получается, по скамейкам и вот таким креслицам здесь все везде одинаково. Какой-то есть мусор, остатки черного снега, который долго тает. Ну, в целом, двор достаточно приятный. Не считая того, что вот здесь тоже электрика торчит, я вот не понимаю, почему вот это торчит вот так. Хорошо хоть заизолировали. Почему? Здесь же должна быть по ходу табличка, что здесь пожарный гидрант. Вот он есть. Подключить окран-то где? Без крана работают? Странно как-то. Парадная номер 7. А, ну, здесь все то же самое, только здесь, смотрите, коврика не хватает. И здесь, кстати, ну-ка, что это такое? Это они плитку положили. Значит, обычно вот этот приямок сделан, просто, грубо говоря, пол выдолбили, кусок стяжки, и все, или бетон. А здесь они заморочились, плитку положили. В принципе, нужно было ей класть. Колясочная. Там у вас вроде не было колясочной, да? Она была при входе, тоже при входе. А, все, я понял. Я просто проглядел. Колясочная, ну, такая. Не сказать, что она большая, но, полагаю, возможно, ее даже и хватит, потому что малоэтажный дом и небольшое количество квартир. Сколько у нас там? Восемь этажей же, да? Семь. Семь этажей по шесть квартир. Семью шесть, сорок. Тоже плохо учились в школе. Пойдемте дальше. Ну-ка, давайте здесь тоже ручку поднимите. Будьте моим ассистентом. Так, смотрим, что у нас. Слушайте, ну, здесь тоже, да, ну, такая, скажем, мелкая строительная грязь, пыль, да, называть. И вот есть место, куда уходит влага, но видно, что наклоночка немножечко не в ту сторону, потому что, вот видите, темное пятно, это как раз и влага. А так, в принципе, все достаточно неплохо и красиво. Кстати, когда к дому подходишь, там тоже все достаточно красиво. Ну, я считаю, застройщик молодец. Здесь хорошо сделалось зеленение. Немножечко еще навести порядка. Марафет, помыть окна, помыть, соответственно, вот эти козырьки, где-то что-то доделать. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это все было, когда они сдают этот комплекс, ну, или хотя бы уже до выдачи ключей, а не потом, да, в течение там года, пока ты уже здесь хочешь наслаждаться красотой, здесь кто-то будет ходить, что-то делать. Двор приятный, большой. А давайте здесь на последний этаж вот в этом поднимемся или в этом? Ну-ка, дверь открыта, интересно? Может быть, нам на крышу удастся выйти? Хочется крышу посмотреть. Вот, открыто. Поехали на лифте. А, тут закрыт. А, это открыт, это понятно, да, у них же код здесь. А код есть у вас или домофон? Нету. Нету, да? С собой вообще ключи нету. Так, пойдемте попробуем. Попытаем счастье в другом месте. Замечательно. Нравится, да? Какую оценку бы застройщику поставили за квартиру и вообще за всю сдачу по пятибалльной шкале? Четверочку, наверное, если бы они устранили вот эти косяки. Ну да, вот это тоже батается, что-то лишнее. Твердую четверку или с минусом? Я думаю, что четвертая, да. Смотрите, теннисный стол нормальный поставили, вот такую плиту, бетонную, а не, бывает, такие столы ставят дешевые, которые со временем просто начинают волну идти. Двор приятный, да. Еще бы, конечно, меньше бы строили вот этих колодезных проектов, было бы, конечно, мне кажется, еще интереснее, да? Чтобы больше было пространства, а не так, как заходишь, у тебя такой, получается, двор колодец, замкнутое пространство. Здесь, кстати, еще из нюансов, например, если с улицы везде есть большие указатели, где какой подъезд, здесь уже, соответственно, они, видно, маленькие, но, возможно, это сделано из-за того, что ты отсюда вышел, ты уже понимаешь, какой у тебя подъезд, и тебе, в принципе, этот указатель нужен, а с улицы указатель нужен для тех, кто там, для курьеров, для всех остальных в гости, когда кто-то пришел, потому что вот здесь есть у нас указатель, здесь есть указатель, здесь, ну, в общем, у каждой входной группы, и я обращу внимание, что все входные группы, они сделаны в уровень землей, и здесь отмазка из брусчатки, это круто. Здесь мы видим парадная номер 3, для меня это все-таки подъезд, табличка есть, этажность есть, как обычно у ЛСТ, это с первой здесь, последней здесь, и квартиры, шесть квартир, конечно, это приятно, здесь даже меньше, а на первом этаже меньше, получается, квартир. Ну, здесь такое ощущение, что вот они все сдали, а здесь еще не передают, потому что вот здесь электрика, здесь куча грязи. Там по плану до июня они должны сдать. Передать ключи, да? Да, да. А, ну, тут и лифты, похоже, еще не особо работают. Ну, в общем, здесь марафет нужно наводить, наверное. Ну, знаете, приятно то, что выдают уже ключи, там везде вот так все хорошо. Сотники лазают, а фасад, что ли, может? Похоже, да. Так, у нас есть с вами еще один приемок. Здесь тоже есть мусор, краска. А, вот это место, понятно, куда уходит вода. Здесь даже есть заглубление, но при этом видно, что вот она дальше не уходит. Возможно, она загрязнилась. Ну-ка. Закрыто. Закрыто. Ну, вот, да, похоже на это, но это пакля. Это пакля, Александр. Да? Ну, вот здесь тоже самый кусочек лежит. Это пакля. Ну, очень похоже. Очень похоже. Блин, двор крутой, реально. Доска есть, где мелом порисовать, побегать, кору накидали. Вот тут собачки какие-то, такие декоративные элементы. Мне нравится. Молодцы, хорошо постарались. Житься, если начнете, будет интересно по шумоизоляции от вас услышать обратную связь, как вообще она там слышно, соседей не слышно. Вот видно, что-то они делали, плеточку демонтировали. Да? Что у нас тут такое? Утеплитель. Прод какой-то, гофра, вернее, непонятно. Значит, надо. Ну-ка тут. О, здесь так как у холода еще больше. Видно, что все подъезды разные. Закрыть пленкой, но пленкой не закрыли. Вот кто это писал? Смотрите, пленкой не закрыли. Тут нужно крестик и нолики поиграть. Ах, закрыто. Здесь тоже такие светильники прикольные наверху. Жалко не пройти, не посмотреть. Открыто? Нет, закрыто. Закрыто. Ну да, еще намывайте, намывайте. Мусора хватает. Ну, друзья, оцените этот двор по пятибалльной шкале и напишите цифру, заветную цифру, в комментарии. А, здесь, кстати, такая же люстра вот эта красивая, какие-то мы видели. Здесь вот эта полочка, здорово, что, знаете, ты пришел, сюда вещи поставил. Посмотрите, пожалуйста, на полку. У меня ощущение, что она наискосок стоит. Нет такого ощущения? Да. Ну, вот так, да? Под углом немножко. Можно было, конечно, поробнивать все. Ну, кстати, карибка хотя бы держится. И тут подарок торчит, провод, не знаю, для чего он, конечно, но застройщику виднее. Петли можно уже смазать. Ну, да, 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 вот ручки нет. Это у нас колясочная. Здесь это доска, на которой рисовать, наверное. Ну, да, похоже, или для чего-то отделка, фанеры такие красивые. А, это, похоже, будет клеить антивандальное покрытие в лифты. Кстати, здесь тоже вот такая сетка прикольная. Вообще, кстати, очень аккуратно сделано. Плитка смотрится симпатично. Вот, кстати, как в лифтах здесь вот видите, она здесь уже такая практически беленькая, а там она вся грязная, не понимаю почему. Плитка симпотная очень. И цвет красивый подобран. Как вам? Замечательно, мне все нравится. И просторная довольно-таки. Просторная, да. То есть, по идее, даже места хватит на всех. Значит, мы с вами выходим, друзья, из подъезда. У застройщика это парадная. И смотрите с улицы. Большие указатели. Пять, шесть. Это паркинг. Здесь мы видим этажность, здесь мы видим какая нумерация квартир. Когда к вам поедет курьер, доставка или гости, они вас спокойно найдут и не нужно никуда выходить. зеленые высокие деревья. Уже вот почечки начинают набухать. Парковка для велотранспорта, рулонный газон, кустики. Обратите внимание, как все чутенько сделано. То есть, ну, молодцы, постарались. Фасад красиво смотрится. Хоть это система вентилируемого фасада, но вот здесь клинкерный кирпич, клинкерная плитка, вернее, и смотрится прикольно. Вот этот цвет интересный такой. Как такой цвет обожженного кирпича. Вот этот посветлее. Впечатление приятное. Тротуар достаточно широкий. Здесь брусчатка такая интересная. Не из дешевых, как вот во дворе, например, мы смотрели, как по откосам она идет, она уже другая. По качеству вот эта смотрится по мне более так дорого, чем вот эта. Нужно ее показать. Вот она. Вот эта дешевле смотрится. Да, есть такое? Есть, да. Ну, это от мозга тут нормально. От непонятного, функционирует паркинг или нет. Козырек, конечно, надо тоже мыть. Что у нас тут такое? Строительные элементы, шарики, какой-то мусор, цемент. О, господи. Так, это у нас что? Оголенный провод. А здесь у нас, вот смотрите, чтобы туда пройти, строители как накидали, чтобы ножки не замочить. Все, дальше не пройти. Все в воде. Стремно даже наступать, чтобы током не ударило. Понятно, да, что здесь влага стоит? Господи, господи. Блин, воды-то, друзья, прилично. Закрыто. Смотрите, сколько он. Воды прилично. Не открывайте ворота. Видите на каких языках. Так, что тут открыто? Нет. Блин, ручка уже все, трындец. Уже, еще, уже только сдали, уже заменить нужно. Здесь, на части сданного дома, мы, соответственно, с вами видим строительный забор. Сейчас вот туда пройдемся, посмотрим. А, ну, правильно, с этой стороны, где мы не могли, соответственно, с вами пройти, потому что все закрыто. Здесь застройщик еще наводит, скажем так, марафет. Но даже вот здесь мы видим рулонную траву, кустики, скамеечки, красивую брусчатку, велопарковку. везде большие цифры. Вот здорово, вот едешь, вот на автомобиле сразу видишь, четвертый подъезд, все понятно, куда подъехать, припарковаться и куда зайти. Белые разводы на балконах, на всех это интересно. у меня такой щит не воду. Вот здесь нет. То ли это конденсат, то ли это от клея, потому что видно, что стекло, за стеклом еще какой-то материал. Да, все закрыто, не пройти. Ну, дойти до конца нужно. Впереди мы уже видим Юитовский проект, один из первых, который здесь построили, Новорловский. Сейчас уже достраивает эталон, не знаю, будет по качеству как у Юита или нет. Ну да, все тут никак не пройти, озеленение, в общем, все, что мы с вами видели, уже есть. Я уже как-то обозревал этот район. Тут на самом деле получается окол, она, грубо говоря, такая на окраине расположена, потому что вся жизнь начинается вот здесь. Сюда выходишь, там уже магазины, пиво, шаверма, одежда, косметика, маникюр, парикмахерский, в общем, все есть для жизни. Вот эти чуть раньше сдались. Даже здесь, смотрите, здесь кусты, газончики, все очень чисто, очень аккуратно. не считая кривого забора местами. Двор тоже красиво смотрится. В комплексе приятное впечатление. А тут, смотрю, магнит открылся, озон открылся. И вот этот красивый большой такой двор. Ну, тоже застройщик, молодец сразу. Передача ключей, передача квартир в ней. Куда ехать? Большой указатель. Этого бывает, не хватает во многих новостройках. зеленые насаждения, мачта электропередачи. Хорошая площадка, достойная. Вон, лазилки какие классные. Ну и магазин шаговой доступности для меня это тоже большой плюс. А напротив открыли Дикси. Как вам фасад? Не знаю, совпадение или нет, но видна охрана от вывода. То ли застройщик попросил, чтобы они вышли, потому что люди получают ключи, чтобы не было каких-то нестандартных ситуаций. Из нюансов видим, что вот это погрузочная-разгрузочная зона для универсама Дикси. Вот здесь машина стоит. Понятно, что они вот здесь будут заезжать, и возможно это будет создавать в будущем возможно неудобства жителям, так как будут стоять очереди грузовиков здесь, здесь для того, чтобы отдать товар в магазин. Уже недавно открылись, уже парикмахерская. А вот эти двери, где не было указателей, это мусоросборочные камеры, и вот мы от них видим баки, то есть два бака. И по мне это не очень удобно, потому что их нужно оттуда вытаскивать, и потом их соответственно затаскивать. Так вот, специально вернулся недавно, где начали передавать соответственно ключи, здесь нигде не вижу дверей, то есть полагаю, здесь нет никаких в самом доме мусоросборочных помещений. Единственное, здесь дверь, вот есть одна дверь, это вход в подъезд, вторая дверь, это соответственно, что у нас, вход в подвал. в подвал, зайдем посмотрим, раз открыто. Так, здесь кладовки у людей, видно, что еще слаботочку до конца не сделали, сверху из-за спан АФ+, нормальные кладовки по размеру. Я бы, конечно, в белый бы красил, тогда бы площадь кладовки смотрелось бы больше, это без застройщика. Ну и, в принципе, людям это такое, скажем, обеспыливание. Ну, не видно пока нигде протечек. Странно, что все сдали, а здесь какие-то еще по ощущениям работы делают, либо это уже так все осталось. Тут скотч немножечко подклеил, сверху там, полагаю, утеплитель, поэтому его и заклеили, наверное. Ну да, вот он, видите, порвано, здесь утеплитель виден. Надо было заклеить тоже. Здесь мы видим мусор. Кабель идет, интересно, в большом количестве. О, влага. Это, похоже, с трубы. Выход канализации. Это вода для пожаро-тушения. Но тут все сухо. Тут, главное, не заблудиться, друзья. Да, мусора, конечно, здесь прилично. Вот он, приямок, самое низкое место. Сюда уходит влага. Мы видим поплавок от насоса. Самого насоса я не вижу. Либо это вот отсюда должно высосываться. Не знаю, указателей никаких нет. Но хотя бы где-то что-то тут подписано. Большой подвал, кстати. опаводка уехала. Очень всегда важно, друзья, смотреть не только вашу квартиру, но и коммуникация, потому что это одно из дорогих, что есть. Это ящик провайдера. А, не провайдер, видеонаблюдение, искут вашего дома. Тут отверстия не зачеканили. Не знаю, так должно быть или все-таки должны были зачеканивать, чтобы воздух не проходил. Да, мусора, конечно, строительно очень много здесь оставили. Не знаю, почему не поубирали. По мне, это, честно говоря, странно. Но хотя бы нет влаги пока. Какой здоровый подвал. Я уже боюсь заблудиться. Так, выходы в приямок. Это интересно. Да, похоже, наверное, через эту трубу где-то мотор, только непонятно где он. Да, вот это выход в канализацию, только я не понимаю, почему. Где вот мотор? Вот, датчик есть. Все странно. Ладно. приямок. Ну, тут немножко влаги есть, но видно, куда уходит влага. И по идее... А вот здесь, смотрите, здесь есть влага. Вот отсюда из-под периметра до камеры повернись. Вот она влага здесь видна. Только есть непонятно, то ли это с радиатора подтекало, то ли оттуда шло. Потому что не так много и больше нигде не видел. А куда уходит? Знаете, вот у меня ощущение такое сложилось, впечатление, что там просто какая-то есть определенная емкость, и просто уходит влага в землю. Может быть это не так. Вот какой-то провод торчит, для чего-то нужно, видно. Дверь мешочком придавили. Проходим дальше с вами. Здесь все сухо. Возможно, кстати, радиатор отопления подтекал. Тут тоже видно, что все сухо. Кабели стенки торчит. Что-то непонятно под напряжением или нет. Тут тоже кабель вообще страшно. Тут тоже сухо, но большое количество строительного мусора, строительного пыль. Здесь тоже кабель висит. Почему так непонятно? Для чего это? Индивидуальный тепловой пункт. Закрыто. Влаги нет, друзья. Похоже, это был радиатор подсекал. Сейчас посмотрим, можно ли тут выйти. Тут еще дальше идет, офигеть. Тут реально катакомбы какие-то. Без указателей здесь реально тяжеловато. Надо указатели было вешать, где что находится. Потому что людей есть кладовки и будут они сюда заходить. Здесь сидели еле. Блин, реально куда-нибудь зайду, потом не понимаешь, как выходить. Здесь что у нас? А, тут тоже кладовки. Здравствуйте. Кладовки, кладовки, мусор. Чувствую, надо идти обратно, то я боюсь заблудиться. Потом никого не дозовешься в подвале. Ограждающие конструкции сварили, но окрасить забыли. И вот тут пены не хватает, он улица видно, видите. О, открыто. О, свобода. Обращаю ваше внимание, что здесь высотник, альпинист моет окна, чтобы они были чистые, а пленочку защитную с трубы забыли, демонтировать забыли. Ну, естественно, есть такое интересное место, где можно посидеть. Ступеньки, скамеечки, ну, вот здесь будут подростки как раз и собираться. О жилом комплексе у меня осталось положительное впечатление. Напишите в комментариях, какое у вас впечатление после просмотра этого видео. Нужна помощь недвижимостью? Обращайтесь. Напишите в мои мессенджеры, либо оставьте заявку на andreyartemov.ru Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok